Искусственная конина. Сколько будет стоить, когда появится в магазинах? Почему к мясу из проверки у мусульманских священнослужителей есть вопросы? И татарстанский рынок труда. Какие работники в дефиците? И сколько им готовы платить? Обо всем подробнее расскажем прямо сейчас. Это новости экономики. Здравствуйте. Казанские ученые выращивают искусственную конину, пока в лабораторных условиях, стерильных в пробирке. Обещают, что когда производить ее будут массово, и она появится в магазинах, покупатели не отличат по вкусу культивированную конину от выращенной традиционным способом. Разве что эксперты подтвердят, что в мясе из пробирки не будет антибиотиков, без которых на фермах не обходятся, потому что скотина болеет, ее надо лечить. А лабораторное мясо в таких препаратах не нуждается. Клетки растут в виде так называемого монослоя, то есть в один ряд. Очень-очень тоненькая пленочка. В лаборатории такая технология работает, а вот уже для масштабирования промышленного такая технология, ну, скажем так, слишком дорогая. И нужно, мы сейчас занимаемся разработкой биореакторов, когда так же, как, скажем так, на биотехнологическом производстве, например, производства дрожжей, дрожжевой массы, там, или, там, пивоварение, когда там огромные цистерны, в которых что-то перемешивается, варится. Вот так же и здесь будет разработана технология, где на промышленных масштабах можно будет эти клетки выращивать уже на микроносителях, после чего эти клетки, такую биомассу полученную, можно и будет использовать и, ну, по сути своей, лепить любые, скажем так, продукты из нее. О возможной цене такого продукта пока даже не говорят, она точно будет высокой. Если сегодня один килограмм натуральной конины в Татарстане стоит от 280 рублей до 370, то цена килограмма искусственно выращенного мяса в мире стоит примерно полторы тысячи долларов. Чтобы его захотели покупать рестораны, надо, чтобы оно подешевело в сто раз. Сейчас задача перейти от, условно говоря, вот такой вот технологии, технологии, чтобы это сделать в биореакторе эффективно в банке и научиться вот эту вот биомассу формировать в мясо. На данном этапе мы надеемся, что в горизонте 3 года мы сможем получать уже экономически эффективную биомассу в больших количествах, ну, условно говоря, фарш. А уже в горизонте 5 лет уже научиться структурировать эти клетки, чтобы это уже больше напоминало настоящий, скажем так, мясо. К слову, казанские ученые специально выбирали конину для своих разработок как продукт, который в силу культурных традиций востребован в Татарстане, но свои сомнения относительно халяльности такой конины из пробирки уже высказали представители мусульманского духовенства и предложили компаниям, которые намерены заниматься производством искусственного мяса для продажи, обратиться к шриадским экспертам за оценкой такого продукта. Каким был рынок труда в Татарстане в прошлом году проанализировали эксперты сайта по поиску работы Headhunter, как выяснилось, дефицитным. Искали и не всегда могли найти работодатели людей рабочих специальностей. Особенно востребованы были маляры. Кстати, сегодня они очень нужны и в республике им готовы платить в зависимости от разряда от 14 тысяч рублей, если у человека совсем нет опыта, до 90 тысяч опытному маляру, например, по покраске металлоконструкций. А вот в целом по России самыми дефицитными специалистами были врачи. Из 75 регионов, рынки которых анализировали, в 64 регионах их остро не хватало. Затем сварщиков и слесарей. А вот чего не хватало самим татарстанцам на работе, они сформулировали так. Условия труда работники Татарстана в среднем оценивают на 3,6 балла из 5. Уровнем своей заработной платы соискатели республики довольно меньше. Опрошенные оценили его всего на 2,9 балла. Больше всего работающим соискателям на текущем месте работы не хватает более высокой зарплаты, а также возможностей для карьерного роста. На третьем месте по значимости оказалась возможность получать удовлетворение от ежедневной работы и ее результатов. Каждому третьему не хватает обучения и повышения квалификации, а также динамичной работы, которая не становилась бы рутиной. Вот такой была экономическая картина этого дня. Что принесет день новый, обязательно узнаем и расскажем. Смотрите новости экономики на телеканале Татарстан 24. До встречи.